Сейчас с крыши незаконного строения сняты почти все деревянные перекрытия. Однако на этом работы по разборке этого самовольно возведенного дома, собственно говоря, и закончились. Напомним, что самовольно возведенное здание по адресу улица Ленина, 22, должно было быть снесено еще в апреле нынешнего года за счет средств государства. Однако собственница подала в суд ходатайство о самостоятельном сносе и его удовлетворили. Но сейчас каких-либо заметных работ здесь не идет. Знаете ли вы, что это здание суд признал незаконным? Знаю. Обещали, ставили уже здесь, сказали с ним, на той неделе даже сказали, что будут сносить. Но смотрю, опять все осталось, убрали все эти заграждения, и все осталось по-старому. А как вы считаете, ваше мнение, почему в центре города Рязани здание незаконное, суд признал, что оно незаконное? Ну, оно постройки не подходит. Посмотрите, то здание рядом стоящее, и это какое-то было голубое страшное, ужасно страшное. Вообще, ядовитый даже цвет был, и постройка такая была. Нет, нельзя так строить. Надо сохранять свое. Так много судебных решений, которые не выполняются. Не только по этому дому, но и по другим. Я это тоже знаю. Поэтому, в общем, ничего удивительного я в этом не вижу. А это, наверное, коррупция. Как скажут, так и будет. А нас никто не слушает. Кстати, накануне, когда начиналась работа на крыше, многие жители решили, что к улице Ленина, ныне Астраханской, вновь вернется ее исторический облик. Однако, похоже, что собственники, а ведь именно их суд обязал приступить к разборке за собственный счет, решили выполнение этого самого судебного решения затянуть. Сейчас внутрь здания попасть невозможно, дверь заперта. Хотя в региональной службе судебных приставов сообщали, что в начале сентября 2014 года это строение, нынче затянутое баннером, совершенно точно сравняют с землей, а строительный мусор будет полностью вывезен. Конечно, понятие времени довольно относительное, во многом даже философское. И возможно, что запланированный сентябрьский срок по сносу запросто может переместиться на конец года, а затем и на будущий год или еще позже. В итоге получается, что и жители недовольны уродливым архитектурным обликом центра Рязани, и чиновники заявляли о решении снести самовольное строение, и есть соответствующее решение суда, в конце концов. Но дом стоит.